В Ледовом дворце Арктика состоялся матч чемпионата Московской области объединенной корпоративной хоккейной лиги между Видновским «Металлургом» и командой «Пирания» из совхоза имени Ленина. Открытие сезона вызвало большой интерес у болельщиков. Тем более, что между собой встречались две команды из Ленинского района. Очень приятно, что команда «Металлург» вернулась в нашу лигу. Они у нас начинали. Три сезона провели в другой лиге. Но наконец-то вернулись. Мы этому очень рады. И желаем видновским болельщикам яркого хоккея. Начался матч символического вбрасывания шайбы. Его осуществили руководитель лиги Сергей Смирнов вместе с легендой Московского «Динамо» Станиславом Петуховым, которого связывают с Ледовым дворцом Арктика теплые воспоминания. Где-то лет пять назад мы приезжали сюда с командой ветеранов Московского «Динамо» и играли с местной командой ветеранов. Удивило, что практически трибуны были заполнены полностью. То есть это говорит о том, что насколько большой интерес к хоккею в небольшом городке. В чемпионате Московской области участвуют восемь команд. Из Можайска, Домодедова, Одинцова и других городов Подмосковья. Среди тех, кто пришел на эту игру, были и те, для кого название видновского хоккейного клуба – не пустой звук. «Металлург» – это уже известный бренд не только в мотоболе, в хоккее, в футболе. Видно, ассоциируется с «Металлургом». Команды серьезно готовились к старту сезона. «Металлург» тренировался два раза в неделю. «Команда неплохая, сегодня увидите сами, то есть неплохая и пираньи – хорошая команда. У нас вот сейчас подобралась, допустим, в лиге все ровненькие команды, ровненькие. То есть интересно играть». Трибуны активно поддерживали хоккеистов. У некоторых игроков были персональные болельщики. За Дмитрия Расторгуева из команды пираньи переживала его девушка Полина. «Эта команда, как говорится, один за всех и все за одного. Вот, то есть и поддерживают без слов, и понимают. То есть, ну, и у них поэтому всегда победы практически». «Ну, совхоз тоже, хотя наш, но видновчане – это и видновчане. Это мы болеем за них. Еще с того века». В начале матча шла обоюдоострая игра, но вратари справлялись с обилием бросков по воротам. После первого периода счет был равный 1-1. «Первые пять минут завалили, сразу они навалом на нас пошли. Мы чуть-чуть просели и получили первую шайбу. Потом отыгрались. Ну, сейчас, я думаю, все будет нормально». Дальнейший ход матча для пираньи сложился даже более, чем нормально. По итогам встречи команда из совхоза победила 7-2 и возглавила турнирную таблицу. Дмитрий Книга, Евгений Садовский, Елена Кошелева. Видное ТВ.